Виктор, как ты считаешь, что может быть в сексе извращение? По отношению к кому? Вот самый главный критерий, это по отношению к кому извращение. Извращение между двумя половыми партнерами, да их по сути, наверное, и быть не может, если обоих половых партнеров это вполне устраивает. То есть для кого-то может быть оральный секс, это безумное извращение. Кто-то брезгливый, кто-то считает, что это недопустимые вещи и так далее и тому подобное. Одни люди там описывают, что животные тоже занимаются оральным сексом и так далее и тому подобное. И тут же они пишут, а анальный секс это ужасно, потому что животные не занимаются оральным сексом. Ничего подобного. Есть животные, которые занимаются оральным сексом. Так я не про это говорю. Я говорю про то, что если в двоих партнеров, которые решили заняться сексом, все устраивает, то по сути это не может быть для них извращением. Если они начинают агитировать, то есть агитацию этого секса обществу, то для общества это может быть действительно извращением. Либо по отношению к третьему лицу, которое в рамках психологических своих рамок, допусков, этноса, воспитания, культуры и так далее и тому подобное, не приемлет данный какой-то вид секса. На самом деле в современном мире сейчас более чем перечислено всех разных способов или как назвать, действительно извращения. Для меня, к примеру, большое количество которых действительно недопустимо. Но еще раз повторюсь, в рамках двоих, двух партнеров, которые встретились или сошлись, или улеглись для секса, если обоих их это устраивает, то это не может называться извращением. Но важным моментом среди этого всего является то, чтобы не было агитации. Вот знаете, есть такое классное выражение. Меня все время спрашивают, как ты относишься к геям? Я к ним не отношусь вообще, но по сути давайте разберемся. Вот геи, да, ну, голубые. Вообще пидорости, это правильно, это вообще пидорости. Но по психологическим тактике, окно Овертона, заменили это такое обижающее, скажем так, название на такое голубой цвет, гей. То есть на слово более, чтобы оно не подчеркивало такие низкие акценты и чтобы оно не звучало в оскорбительной форме. Поэтому пидорости заменили словом гей голубой. Ну, к примеру, представляете, один человек говорит, я знаю, у меня есть знакомый пидораст. И другой говорит, я знаю, у меня есть знакомый гей. И третий вообще говорит, у меня есть знакомый голубой. Ну, в каком контексте звучит обидно это слово? Естественно, в первом, пидораст. На самом деле это медицинский термин пидорости. Так вот, я не об этом. Ну, вот, как бы для меня, по сути, да, это извращение. Но, это же невозможно признать, что этого нет и не существует. Это есть. В мире всегда было, существовало где-то около 4% геев врожденных. Это абсолютно нормальная статистика, абсолютно нормальный показатель. Но даже не это страшно. Ну, шпилятся они там друг с другом. Ну, пускай себе, ради бога. А если они не распространяют, не рекламируют и, самое главное, не агитируют. Вот гей-парады, я считаю, это извращением. Почему? Да потому, что это агитация. Я считаю, извращением какие-то журналистские заметки, очерки, что геи, это так классно, они такие классные. Они чистоплотные, они честные. А вот женщины-то фу-фу-фу. Понимаете? Это все выгодно системе. То что мы можем называть извращением? Извращением только сам половой акт. Кстати, извращением может быть и без полового акта. Или будем извращением называть агитацию. Что в это слово будет входить? Понимаете? Поэтому в каждом отдельном случае извращение надо рассматривать относительно кого-либо. То есть относительно какого-то человека. Я считаю, гей-парады это извращение. Я считаю, публикации как это великолепно, замечательно, чистоплотно и прекрасно это извращение. Потому что это калечит разум. Это извращение гораздо больше, чем когда два педика собрались и пошпилили друг друга. Или там еще что-то сделали. Я ничего не имею плохого, ну, плохого или хорошего отношения у меня к геям. Они мне ничего плохого не сделали. Если это не выходит за рамки относительно моего комфортного состояния. То есть, если мне это не навязывают, если мне это не внушают и если, тем более, это не каким-либо насильственным методом. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Подальше будет интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok